так на всем привет у нас погода продолжает нас не радовать дождиком но вот сейчас мы приехали и пока что солнышко пока здесь нет дождя сейчас нам выведут дружка и нужно будет внести хотя бы частично оплату долг за него составляет почти 25 тысяч со вчерашнего дня он переведен уже просто на передержку сказали еще три-четыре дня и можно будет забирать ребят сейчас частично оплатим и нужна будет ваша помощь на оплату дружка также я обращаюсь к вам я не знаю сейчас связи с тем что проблемы с ютубом и в один прекрасный момент его могут заблокировать поэтому всех призываю подписаться на телеграм вконтакте на дзен чтобы нас не потерять и еще хочу спросить может быть периодически мы спасаем хвостиков может быть нам вести такой нюанс не все могут взять хвостика хотя конечно хочется чтобы каждый уехал в семью но может быть кто-то станет куратором финн куратором то есть будет поддерживать это хвостика либо с куратором который будет искать ему дом и вот он наш пацан привет привет ой как у тебя все хорошо зажило дай покажу дай покажу суета 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 такая вот небольшая дырочка скоро все заживет заживет у тебя да привет 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 так ну как я уже сказала мы приехали навестить дружка надо будет за него внести оплату три-четыре дня он уже просидит и можно его будет забирать ранка у него идем я тебе покажу дружок идем что мы немножечко вот прямо вот чуть-чуть осталось еще до чуть-чуть чуть-чуть осталось сюда но вот это получается вот эти шрамчики они но это вот как у была у капитошки на шее то есть у него была снизу такая потом она эти рубцы рассосется но у капитошки там ну чувствуется большой рубец то есть у него здесь тоже будет рубец ну шерсть я смотрю начинает расти что в принципе хорошо но не отмерла хотя бы кожа мальчишка очень хороший мальчишка очень уменький мальчишка не молодой но взрослый годика 4 наверно вот в идеале я конечно бы хотела чтобы для него нашелся дом потому что в ту стоми с того места откуда мы забирали его его вроде как готовы принять обратно на кормежку потому что у нас уже места нет но у меня знаете какой-то такой страх отвозить его обратно потому что не так давно в том месте на той кормежке убили собаку в нашем городе и завелся стрелок который отстреливает собак причем отстреливает их предположительно еще и отравленными пулями собаки даже не назнать не нас несмотря на значить не незначительное ранение собаки погибают вот поэтому возвращать его обратно страшно как я уже сказала может быть нам ввести финкураторство то есть может быть человек откликнется и будет помогать именно этой собаке какой-то суммой либо человек откликнется быть куратором и пристраивать то есть мы будем высылать фото видео человек будет его пиарить потому что конечно отклик наверное больше будут других городов потому что там как-то вот ну у нас городе как-то плохо берут собак и конечно хочется и можно сказать пристройство нулевое в городе вот кому мы одну единицы кого мы пристроили в оренбурге по большей части они разъезжаются по другим городам и мы будем благодарны если вы нам будете помогать с пристройством хвостиков вот я ему сейчас стою у него тут вавки я ему отщипываю вавки а вот тут на шерсти кусочки вот туда крови запекшись стоит абсолютно спокойно он быстро сообразил как подниматься на лестнице что такое шлейка что такое поводок он не тянет он спокойно гуляет за машинами много за машинами не бегает терпит то есть он просится на улицу попросили ему шлейку привести потому что ты тоже не к ней денешь а гулять мальчишка хочет да дружок а лапу дашь наш на есть видео в прошлом ролике скорее всего увидите когда я к нему приехала он сидел в вольере и просто я руку свою его гладить а он мою руку вот так лапами к себе прижал и он меня не отпускал чтобы я не уходила то есть мальчишка такой компанийский ему нужно общение ему нужна забота ласка в общем ему нужно семья он уже он уже кастрированный да покажи свои глазища какой-то красивый принципе он к пристрою готов он небольшого размера то есть чтобы понимали ростом для метр шестьдесят пять ну он мне даже не доходит до колена ну как спаниелька то есть его в принципе можно даже будет задержать либо в квартире либо в вольере зачем в вольере мне кажется вот он частный дом мне кажется ему какой-нибудь прям очень даже подойдет пойдем мне уже правда сказали что ты все дела сделал да у нас только что прошел можно сказать почти ливень дожди у нас так и идут погода у нас октябрьская холодно в куртках с ветерок то есть получается вообще не вообще не август даже близко и даже не конец сентября чего ты засоветился назад наверно хочет в домик вот он дружественно машет всем хвостиком задолженность была 29 с копейками был унесен платеж на пять тысяч и сейчас мысли платеж на 9000 то есть достаток долга у нас где-то почти 16000 этого дружка но он со стационара выведен переведен долг такой но еще три-четыре дня дружочек пробудет на передержке его можно будет забирать ребята я прошу меня уже не будет и я прошу вас поддержать нас чтобы сергей заехал оплатил долг у нам всегда идут на уступки не хочется подводить но сейчас такая ситуация что денег нет и мы очень много чего не можем приобрести я уеду и у меня вот сердце если честно разрывается но я надеюсь что вы нас поддержите и поможете нам чтобы хотя бы за хвостиков я была спокойна подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии не забывайте на всякий случай перейти на телеграм вконтакте на цен чтобы нас не потерять ну и всем добра ну и и и и и и